Мои прекрасные зрители, вы только посмотрите. Посмотрите, что делается. У соседей тоже расцвели их фруктовые деревья, вишни и черешни. А наша черешня уже даже позеленела. Вчера снимала, что она цветёт. Листьев ещё не было. А сейчас уже даже листья появились. Но наша цветёт раньше, чем соседская. И вот наша слива. Ну какая же красота! Ну какая же красота! Как я люблю начало весны. Как я люблю начало весны. И как я перестаю постепенно любить лето из-за его невыносимой жары. Но сегодня у нас, хоть и лето летнее, но немножечко, видите, деревья шевелятся. Есть прохладный ветерок. А вообще, 11 апреля. 11 апреля, Одесса. И всем вам наше дружное здрасте из Одессы. И вы на канале Life in Garden, канале про сад и немножко про жизнь. И, как это бывает очень часто, ошиблась я с числом. Сначала сказала, потом засомневалась, посмотрела в календарь. А сегодня-таки 12 апреля уже. Невозможно красивое зрелище. Невозможно насмотреться. Не могу на эти цветущие деревья на фоне ярко-синего неба. Так, ну ладно, хватит охать-ахать и причитать. Выражать свои восторги. Надо пройтись по саду. Тюльпаны цветут, видите? Любимые мои фиолетовые махровые тюльпаны. И тут, я смотрю, появились даже новые. Вот, наверное, они за столько лет дали деток. И детки тоже будут свистеть. Вот один, и вот там второй видно. Не помню название сорта. Поэтому не спрашивайте. Но единственное, что могу сказать, из всех сортовых тюльпанов вот этот самый в стойке оказался. Много лет уже на этом месте. Никуда он не исчезает и не вырождается. Какие реснички, да? Еще вот какой-то оранжево-желтый здесь. Не знаю, или он... Такое есть. Или он у меня заболевший. Как это называется? Тюльпановая мозаика. Или как это называется, когда тюльпаны такие становятся пестрые. Все может быть. Здесь в начале дорожки на патио по обе стороны было... У меня очень много лилиевидных тюльпанов. Но вот нету их тоже. Откуда-то взялись эти. Может быть, когда-то я их сюда и посадила, потому что луковицы часто случайно выкапываются, а потом всовываются, где есть... Ну, не то, что где есть место даже, а на первое попавшееся место. Наверное, и эти красные здесь тоже так появились. А там арабис сияет на солнышке. А вот и берис у меня, к сожалению, так в себя и не пришел. Он все сохнет и сохнет. Да, очень жаль. Очень жаль. А смотрите, анемона из леса. Она такая веселенькая, зелененькая, как будто бы она и не почувствовала пересадку. И не просто пересадку, а такую радикальную смену места жительства из Закарпатья в Одессу. Из Закарпатских лесов в Одессе маленький дворик. Хосты-хосточки с каждым днем становятся все выше и выше. Только вчера торчали клювики, а сегодня уже вот листики. Ой, сейчас еще кое-что покажу. Вчера я поставила опоры, вот эту сетку, на пионы. и снимала их эти пионы, а они были еще ниже уровня сетки. А сегодня, посмотрите, они уже вылезли. И насколько вылезли, и уже у них даже видны бутончики. Да? Видно вам бутончики? Вот как это так быстро? А вот на этой розе бутоны только намечались тоже вчера. А сегодня они уже очень четко просматриваются, что есть на ней бутончики. на каждой верхушечке. На каждой верхушечке. Ну, не фокусируется. Ну и ладно. Видите, какие. Ну, ветер. Ветер такой довольно резкий. И, по-моему, я очень давно вам не показывала свой ящик. Все думаем. Сейчас посмотрим. они уже начинают оживать. Уже вот этот коричневый зимний цвет переходит в их, так сказать, родной. Вот этот, правда, должен быть ярко-ярко-ярко-зеленый, но он еще тоже коричневый. А вот этот, уже видите, у него появился летний окрас на кончиках. Кувшин у меня тут стоит сколько лет и уже тоже обсыпается. Амфора греческая. В камнях растут молодила тоже. Что-то они совсем покраснели. Интересно, они придут в себя или нет, как вы думаете. Вообще-то, они зелененькие должны быть. Или коричневые, я уже забыла. Ладно, лето покажет. Такое яркое солнце, и тут маякинь такая пляшет, пляшет на стене. Солнце яркое, ветер сухой, и моментально выдал всю влагу из сада. газон. Газон мы вчера уже поливали. Кстати, и стригли его вчера тоже. Второй раз уже стригли газон. Очень быстро отрастает. Особенно вот дождь прошел, после дождя он поднялся, но это понятно. А сейчас, я смотрю, уже все очень и очень сухо. Уже поливала розы в катках, газон поливали, но, наверное, уже придется и гортензии в скором времени поливать. Смотрите, какие гортензии. Вот. Ой, как быстро время идет. Вроде бы, недавно цвели. Я ходила тут вокруг них с восторгами, снимала видео. А тут уже и зима прилетела, и вот они собрались цвести по новой. Видите, как сосна подстригла? Где-то половину убрала у них. Но ничего, они все равно нормально смотрятся. Там, правда, чуть-чуть подсохло с боков. Но это все опадет и зарастет новыми хвоинками. Розы. розы-розы. Смотрите, какая коричневая листва вот на этой розе. Это Энн Хендерсон. Она такого терракотового цвета и листья у нее коричневые. Вот рядышком другой сорт и листья совсем другие. Глянцевые зеленые на этом сорте, а на этом абсолютно матовые. Вот такие они разные, даже по листву отличаются. А вот эта роза что-то у меня похожа. Не выжила. но вот торчат только палочки и ни одной на них почки, к сожалению. И что-то там у корня, у основания черное. Да, каждый год есть, конечно, какие-то выпады. Вот гортензия у меня одна пропала и похоже, что это роза тоже. зато заферия напустила побегов. Будет свисти просто-просто бомбически. Те веточки, которые я не подстригла у сосны, они уже с такими довольно длинными почками. Но они еще больше вырастут, эти почки. Когда они подрастут, тогда я их тоже прищипну. целыми зарослями поднимаются лилии кандиды. Хорошо, если бы они остались такими зелеными и вплоть до времени своего цветения. В последнее время их какой-то грибок, видимо, у меня поражает. И пока они достигают цветения, они стоят все лысые. Лысые палки с цветами на макушке. Но потом я их, конечно, обрезаю и они обрастают снова. Но не хотелось бы, чтобы история повторилась. О, смотрите, мои сигнальные одуванчики зацвели. Я их не зря здесь оставила. Раз зацвели, значит, земля прогрелась настолько, что можно уже подкарливать гортензии. Это я у какого-то блогера услышала, что надо ориентироваться на одуванчики. Когда одуванчики зацвели, земля значит теплая, и, значит, началось сокодвижение уже в гортензиях. Но я думаю, что у нас оно уже давно началось, раз листья показались. И тогда они будут уже хорошо усваивать удобрения. Надо подкормить азофоской или, ну да, скорее всего, азофоской там с формулой 20-20-20. Пока что таким чем-то универсальным. А вот розаорем ютразом, которые бы все просили не обрезать. Кущи, просто кущи из этой розы. И они спадают, конечно, на газон. Вы говорите, чем она больше дает веток, тем она шикарнее цветет. Но я, конечно, и сама это знаю. Но дело в том, что место это место. Она занимает этими своими ветками теперь хорошую такую треть газона. И муж точно будет не рад о нее. Но я, наверное, все-таки ее оставлю кончики вот эти сухие. Подкорректирую и оставлю. Да, она процветет первым цветением, тогда уже ее буду обрезать. А сейчас пусть цветет. Хоть налюбуюсь. А то я ей не позволяла так свести в сласть никогда в свое удовольствие. Пересадила сюда с боковой клумбы одну на перстянку. Уже старалась ее и вечером пересаживала, чтобы ей жарко не было. почти в сумерках и все-таки не понравилось ей. Привяла она, хоть бы уже принялась, то было бы жалко, если она пропадет. Такая очень большой куст и она должна цвести уже в этом году. Так я и думала, что слишком жарко для пересадок, но там они мне тоже не подходят. туда я хочу другие растения посадить. А вечером мы поехали прогуляться на Дерибасовскую. Я не хотела ничего снимать, не было у меня в планах вообще даже браться за камеру. Просто хотелось прогуляться и набраться позитива, энергии, немножечко перезагрузиться. Но как, как в такой обстановке не запечатлеть вот этот вот дух и атмосферу вечерней Дерибасовской. Мой любимый город, моя любимая Одесса, живи и процветай, и пусть тебя не коснется ни враговская ракета, ни враговский бесполотник. Главный 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 Евг Dawide Субтитры создавал DimaTorzok